Во-первых, начнем с того, что Центр Равинов Европы это никакой неофициальный орган. Он не может претендовать на то, что представляет еврейскую общину Европы в целом. Потому что общинная жизнь еврейская, она просто таким образом организована, что она весьма... То есть каждая община является весьма автономной и от ее имени ни у кого нет особо так права говорить. Начнем просто с технического замечания. Второй момент, что действительно в части еврейской общины существует такое понимание, что понятие Холокоста, оно является, хотя, кстати, словом греческого происхождения, оно является как бы исключительно применимым к одному конкретному историческому событию. А именно, значит, трагедии еврейского народа, которая произошла во время Второй мировой войны, когда погибло 6 миллионов человек, считается. Но данные такие, что где-то от 5 до 6 миллионов. Потому что тут тоже есть очень много разных оценок. И цифра эта возникла не раньше 60-х, начало 60-х годов прошлого века. Я лично считаю, что это действительно... Холокост действительно была великая трагедия, но вряд ли можно использовать какой-то термин тот или иной как исключительный. Потому что если брать, скажем, трагедию армянского народа 1915 года, то если я не ошибаюсь, опять же, я по памяти вынужден оперировать цифрами. Там полтора миллиона, по-моему, погибло армян в течение, по-моему, трех месяцев. Значит, темпы уничтожения армянского населения турками, они на самом деле, если просто брать период Второй мировой войны, который в 6 лет продолжался, вот они превысили, намного причем, превысили темпы уничтожения еврейского населения. То есть совершенно понятно, что масштабы этой трагедии, которая произошла в 2015 году с армянским народом, они по большому счету ничуть не уступают, если вообще такое слово можно использовать в данном случае, масштабом Холокост. Поэтому, конечно же, слово геноцид однозначно применимо к ситуации с трагедией 2015 года, случившейся с армянским народом. Холокост и геноцид – это более широкое понятие. Кроме того, геноцид – это технический термин, который означает просто любую политику, направленную на насильственное уничтожение населения по тому или иному признаку, как правило, этническому культуре. Геноцид – это, во-первых, широкий, во-вторых, это, кстати, юридический термин, применяющийся в международном праве. Поэтому здесь вообще вопрос ставить нельзя. Просто вопрос того, что слово «Холокост», оно тоже применимо не только в трагедии еврейского народа, можно применять. Но понятно, что слово «Холокост» имеет два смысла. Первое – это конкретная трагедия еврейского народа в Втором мировой войне. Второе – это просто более широкий смысл этого слова, когда речь идет о каком-то массовом уничтожении людей по тем иным признакам. Но здесь можно спорить. А с злым геноцидом даже спорить нельзя. Ну, откуда уж это речь, это совершенно понятно. Потому что, значит, очевидно, что речь идет о том, что поскольку Иран является государством, которое поддерживает Армению, значит, у Израиля более тесная связь с Азербайджаном. Ситуация, значит, по-прежнему напряженная. Вот то оно обостряется, то, так сказать, немножко стихает обострение. Но, естественно, присутствие иранского влияния в армянской политической жизни, оно, естественно, толкает еврейскую общину в той или иной мере, что называется, в противоположном направлении. Поэтому здесь, в принципе, конечно, это понятно. Это как бы такой символический жест, просто какой-то негатив бросить в сторону Еревана, на мой взгляд. Вот, собственно, тогда об этом идет речь. Никаких реальных рычагов влияния вот у этого самого Совета нет. Смею вас уверить, европейские и еврейские общины являются достаточно маленькими, достаточно бедными. То есть все влияние в еврейском мире сосредоточено в руках североамериканской, еврейской общины. Ну, конечно, оно политическое, раз оно направлено в политические органы. Это само собой. Оно как таковое, никакого влияния ни на что оказать не может. Это просто вот такой, как говорится, голос общественности. Но не более того. Вернее, голос людей, которые себя пытаются выдать за общественность. Вот, собственно, и все. Потому что, на самом деле, тем более, что он направлен в всякий вот Европарламент. То это тоже символические органы, которые тоже ничего толком особенно не решают. Но это, да, политический шаг. Это политический шаг, который имеет, скорее, декларативное значение без каких-либо практических последствий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова